23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Праздник был введен в 1922 году и до 1946 назывался День Красной Армии, а после День Советской Армии и Военно-морского флота. 23 февраля стало Днем защитника Отечества уже после распада СССР в 1992 году. Основные торжества по традиции проходят в столице, в Москве. Воскресным утром президент России Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Глава государства, склонив голову, почтил память погибших в Великой Отечественной войне. В церемонию возложения также приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также министр обороны Сергей Шойгу. Позже Владимир Путин выступил с речью на торжественном концерте в Кремлевском дворце. Глава государства поздравил всех с Днем Защитника Отечества и особо подчеркнул, нет выше чести, чем носить русский мундир. Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя защищали родную землю, а наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа. Чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед. Как говорил Михаил Илларионович Кутузов, нет выше чести, чем носить русский мундир. Владимир Путин убежден, сегодня безопасность страны в надежных руках. Российские офицеры и солдаты постоянно совершенствуют воинское мастерство в ходе регулярных учений. Особый профессионализм и боеспособности демонстрируют те, кто проходит службу в Сирийской Арабской Республики. И в этот день хочу вновь сказать спасибо за службу всем участникам боевых действий в Сирии. Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику. В том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. Многие из наших вооружений, я уже говорил об этом, не имеют аналогов в мире. Президент напомнил долг командиров всех уровней не только искусно владеть воинским делом, но и учить воспитывать своих подчиненных, служить для них образцом во всем. Хочу передать самые добрые поздравления всем вашим близким, всем, кто вас ждет и любит, кто хранит тепло домашнего очага. Все они по праву делят с вами радость этого праздника. Уверен, что армия и флот России будут всегда надежно стоять на страже интересов Родины, достойно решать все поставленные перед вами задачи. Желаю вам здоровья и новых успехов в службе.